Как меня видно, как слышно? Все ли нормально у нас со связью? Как хорошо фунт поехал, да? Вниз. Замечательно. Просто посыпался фунт. Так, ну что, друзья, как слышно? Все хорошо, все видно, слышно? Отлично, замечательно. Ну что ж, точки входа, стоп-лоссы и тейк-профиты. Да, прежде чем я начну этот семинар, я хотел бы обратить ваше внимание на правила money management. Наверное, как вы все слышали, что необходимо решать вопрос, каким объемом торговать. Существует большое количество методик определения объема для использования в торговле, но все трейдеры, во всех практически, все трейдеры практически склоняются к той идее, что в каждой сделке риски не должны превышать 3-5% от депозита, и объем, который позволяет активно торговать, получать хороший доход, но в то же время при этом не нарушается money management, то есть, чтобы риски были сбалансированы, объем проводимых операций. Даже специально существует формула для определения лотности, но я не буду ее приводить, просто обозначу, что если у вас депозит 1000 долларов, при этом риск на сделку составляет не больше, чем 5%, что-то совсем плохо видно, да? Риск на сделку составляет не больше, чем 5%, при этом стоп-лосс, размер стоп-лосса не превышает, у меня обычно 70 пунктов где-то в среднем, ну скажем же, не больше 50 пунктов, это с учетом четвертого знака после запятой, ну понятно, с учетом пятого знака это будет 500 пунктов, то лотность, какой должен быть при этом лот? Лотность какая? Она должна быть 0,1 лот. Грубо говоря, если вы для себя решили, что у вас риск на сделку не более, чем 5% в каждой сделке, стоп-лосс у вас не больше 50 пунктов, при депозитии в 1000 долларов, то торговать предпочтительно 0,1 лот. Но я немножко по-другому использую 0,1 лот. Я стараюсь 0,1 лот, вот этот вот, разделить на несколько частей, предпочитаю их делить по 0,02 лота. То есть вот, то есть в каждой сделке предпочтительно торговать двумя сотыми лотами. Почему? Потому что я очень люблю наращивать объем. Ну, некоторые это называют мартингел, некоторые это называют усреднение. В моем контексте, в моей торговой стратегии нет такого понятия, как усреднение, и нет такого понятия, как мартингел. Потому что мартингел – это просто использование математических методов входа в рынок. У меня же добавление к открытой позиции, крайне открытой позиции, преследует другую цель. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Разобрались, да, с этим делом? Дальше, очень важное значение имеет прибыль. То есть, если у вас был начальный депозит 1000 долларов, и вы смогли увеличить до, скажем, 2000 долларов депозит, то в этой ситуации предпочтительно выводить 500 долларов на лицевой счет, а дальше торговать 1500 долларов. В связи с этим, раз у вас депозит прирос по сравнению с этим, соответственно, на такую же величину надо увеличивать плотность. В данном случае получится, что торговать лучше всего 0,15 лота. Несмотря на то, что у нас депозит удвоился, но в связи с тем, что прибыль надо выводить, соответственно, лотность у нас тоже будет не удваиваться, а расти в пропорции. Понятно, да? Понятно, что если мы увеличили депозит с 1500 долларов до 3000 долларов, понятно, что выводить надо на лицевой счет 750 долларов. Торгуем дальше с суммой 2250 долларов. Ну и, соответственно, лотность у вас должна быть 0,2, 0,22 или 0,23 и так далее. То есть, главная идея заключается в том, чтобы вы полученную прибыль выводили на лицевой счет, накапливали на лицевом счету. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы вы вовремя забирали прибыль, чтобы в дальнейшем вы не нарушали правила мани-менеджмента и не нарушали торговую дисциплину. То есть, чтобы вы заходили в рынок с соответствующим объемом, чтобы небольшой объем средств на торговом счету не заставлял вас торговать крайне осмотрительно и так далее. Ну и потом, друзья, инвестиции надо возвращать. Сначала нужно думать о том, чтобы вернуть свою 1000 долларов. А уже в дальнейшем торговать на полученную прибыль, используя для торговли полученный доход. Тогда у вас дальше торговля более осознанная, более спокойная. Ну вот такой краткий совет по использованию средств на торговом счету. А теперь непосредственно переходим к торговле. То есть, вход в рынок. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что торговать надо стараться в сторону основной тенденции и так далее. То есть, мы это с вами уже, это для нас решенный такой момент. Далее, я вам давал задание, я, правда, не помню, давал вам задание или нет. Когда вчера мы волны Лиота смотрели, то есть, изучали волны Лиота, там мы говорили о том, что коррекционный ткат чаще всего имеет форму трех волн. Три волны. Раз, два, три. А, Б, С. И, соответственно, вход в рынок осуществляется при пробитии точки В. То есть, идет движение цены. Вот совсем все плохо. Вот идет тенденция. Пошел коррекционный откат. Этот коррекционный откат, почему мы его называем коррекционным откатом? Потому что цена находится выше предыдущей вершины. Правила формирования тенденций. В этой связи мы ждем три волны, формацию, коррекционную формацию, структуру. Я ее называю структурой коррекционной. Потому что есть структура импульсная, состоящая из пяти волн. Есть структура коррекционная. Она состоит из трех волн. Вот он коррекционный откат. Три волны. Ждем три волны. А, Б, С. Дальше, что получается? Пока цена находится выше предыдущей вершины, ждем, когда цена перестанет падать и возобновит свой подъем. В чем дело? Все дело в том, что, несмотря на то, что это движение вниз имеет явно локальный и небольшой характер, небольшой размер, все равно это тенденция. И эта тенденция может продолжаться до бесконечности, вплоть до разворота. Поэтому наша с вами задача дождаться эту коррекцию, а потом в этой коррекции увидеть его разворот. То есть, каким образом мы увидим, что коррекция готова к завершению и рынок готов расти дальше. Это сразу вспоминайте правила. Правила формирования тенденции. То есть, здесь, пока условие сохраняется, соответственно, тенденция жива. Но как только цена пробивает точку B, происходит нарушение правила формирования тенденции. Происходит нарушение. То есть, мы входим в рынок тогда, когда рынок перестает падать и начинает расти. То есть, еще раз, право следования тенденции. Это хоть и маленькое, но тенденция. Торговать против нее не рекомендуется. Соответственно, мы должны убедиться, что эта тенденция вниз завершилась, и начинается новый импульс. Особенно, если здесь была большая тенденция. Большая тенденция. И получается, как бы, двойной такой толчок для рынка, для дальнейшего роста наверх. Вот он момент. То есть, вот здесь вот мы открываем позицию наверх. При пробое точки B открываем позицию наверх. Сразу думаем о том, где поставим стоп-лосс. Стоп-лосс мы размещаем вот здесь. За впадину. Почему именно здесь? Потому что, если даже цена пробивает точку B, это не факт, что цена обновит предыдущую вершину. Это еще не факт. Цена может возобновить свое снижение и пробив точку B, пробить эту точку. Что получается? Получается то, что здесь рынок сформировал дальнейшую тенденцию вниз. При пробитии вершины не состоялось. Пробитие впадина состоялось. Правило формирования тенденции. Соответственно, это развитие может получить вот такой вот характер. После пробития точки B. Поэтому стоп-лосс размещаем здесь. Потому что, если здесь пробивается, тут уже, еще раз повторяю, движение вниз возобновляется. Правило формирования тенденции, друзья, вспоминайте. Поэтому нечего здесь терпеть такие убытки. Надо закрывать позицию и смотреть дальше, что нас ожидает. Так вот, когда цена пробивает точку B, в 8-9 случаях из 10, рынок старается пройти дальше наверх. И дает нам возможность, дает нам возможность, при подходе к предыдущей решении, 3 четверти контракта закрыть тейк профит. 3 четверти контракта от открытой позиции. Скажем, если вы вошли 0,1 лот, то я вам рекомендую, скажем, 0, так посчитать невозможно, да? ну пусть будет 0,7 лота, close, закрыть, от этого контракта, 0,7 лота, закрыть, тейк профит, вот здесь вот. А наставшуюся часть, наставшийся открытый контракт, выставить сюда без убыток. Плюс 1 пункт, 5-й знак после запятой. Оставляем. Плюс 1 пункт. 5-й знак после запятой. Выставляем без убыток. И ждем дальнейшего развития события. Естественно, целью этого подъема является, в связи с тем, что это тренд, тенденция наверх, в связи с тем, что это тенденция была, то есть данное движение, это был коррекционный откат. В связи с тем, что это коррекционный откат здесь завершился, и цена приближается к предыдущей вершине, можно ожидать, что скорее всего этот уровень будет пробит. Это цель этого движения. Когда цена пробивает предыдущую вершину, этот сигнал уже становится неактуальным. Этот сигнал становится неактуальным. Почему, друзья? Объясняю. Потому что после пробития предыдущей вершины наступает неминуемый коррекционный откат. Вспоминаем право формирования тенденции, друзья. Пробитие предыдущей вершины и не пробитие предыдущей впадины. Поэтому, после пробития предыдущей вершины, подтверждая тенденцию наверх, рынок неминуемо производит коррекционное движение вниз. И цель этого коррекции, вспоминайте мою фразу, предыдущая впадина. Пока цена находится выше этого уровня, соответственно, любое движение вниз, это коррекция перед возможным ростом наверх. Остается вопрос, на какую величину, на какую глубину произойдет этот коррекционный откат. И очень часто бывает так, что цена, корректируясь, пробивает предыдущий, то есть, цепляет наш открытый ордер без убыток, выбивает нас из рынка, к сожалению. Так вот, я вам скажу, что статистика здесь очень плохая. Как правило, при возврате, либо при касании верхушки, либо после коррекции, даже если цена уходит в нашу сторону, без убыток выбивается в 8-9 случаях из 10. К сожалению, статистика очень плохая. Ну, по-другому никак. Мне тут пишут обучающиеся, что в принципе, если мы забираем здесь 3 четверти контракта, может быть, не стоит переносить без убыток, может быть, держать этот без убыток здесь, то есть, стоп-лосс здесь, до тех пор, пока цена, скорректировавшись, не обновит предыдущую машину. Пожалуйста, тут, как говорится, широкое поле деятельности. Пожалуйста. Потому что, даже если цена зацепляет наш стоп-лосс, вот этот вот, то, как правило, этот стоп-лосс размер компенсируется уже закрытой прибылью, забранной прибылью, 3 четверти контракта. Поэтому имеет, наверное, смысл не переносить вот этот без убыток, когда цена пробивает предыдущие решения. Да, коррекция может быть. Да, надо ждать дальнейшего движения наверх. Поэтому, имеет ли смысл без убыток переносить? Это уже каждый решает сам. Как ему хочется, так он и так и поступает. Я лично стараюсь этот без убыток выставлять. Дальше. Удержание позиции. Удержание позиции. Если цена, корректируясь, идет в коррекционном откате, да, удержание позиции и добавление позиции, да, после пробития предыдущего шины наступает неминуемый коррекционный откат. Если при этом коррекционном откате имеет опять вид структура, коррекционная структура, и при этом не цепляется наш ордер, без убыток остается живой, и рынок продолжает дальнейший рост наверх, что при пробитии этой шины мы опять открываем позицию наверх. То есть любую коррекцию ловим. Почему я всегда говорю, что если вы садитесь за монитор хотя бы на 2 часа, то ни в коем случае нельзя заниматься сторонними делами. Я имею в виду, если вы садитесь за монитор, именно торговать. Не надо заниматься изучением развлекательных сайтов. Если вы сели торговать, пожалуйста, друзья, надо торговать. И причем торговать нужно каждый сигнал, который появляется. Каждый сигнал надо торговать. Таким образом вы нарабатываете торговый опыт, таким образом вы накапливаете прибыль. Потому что, к сожалению, не бывает ничего постоянного. Когда-нибудь у нас здесь стоп-лосс сработает. Когда-нибудь стоп-лосс сработает. И чтобы это для вас не было, скажем так, убийством для вашего депозита, чтобы депозит от этого не пострадал значительно. Поэтому каждый сигнал надо ловить. Каждый сигнал надо торговать. Дальше удалось нам удержать позицию. Цена скорректировавшись, не зацепила наш ордер, пошла цена в сторону продолжения тенденции. Здесь мы добавляемся, открываем позицию наверх. Опять две трети закрываем или три четверти контракта закрываем. Без убыток сюда выставляем стоп-лосс, потом без убыток сюда выставляем. То условие, если цена пробивает предыдущую вершину, как только цена пробивает предыдущую вершину, мы этот без убыток, который висел здесь, вот этот без убыток, который висел здесь, мы его переносим вот сюда, то есть двигаем за впадину, вот за эту впадину. Таким образом увеличиваем нашу доходность. Вот здесь мы вошли в рынок, доходность наша увеличивается. Дальше что получается? Дальше получается следующий момент. Цена после обновления вершины подтверждает тенденцию наверх, опять наступает коррекционный откат, опять три волны, но там может быть и 4, 5, и 10. Самое главное, что при этом коррекционном откате цена не пробивает предыдущую впадину. Скорректировавшись, если цена возобновляет свой подъем, мы опять здесь что делаем? Опять добавляемся, этот стоп, как только цена пробивает предыдущую вершину, здесь вот этот безубыток мы переносим сюда, вот этот контракт переносим за эту впадину, и сюда же переносим этот контракт, вот этот контракт переносим за эту впадину. И таким образом действуем на всем протяжении тенденции. Если нам, если нам, то есть видите, здесь получается добавление открытой позиции, добавляем еще открытой позиции. Если нам удается до конца торгового дня удержать все эти позиции, до конца, до закрытия текущих суток, то на следующий день эту стратегию можно поменять. Удержание позиции на дневном графике. И тогда вам не надо все время находиться возле монитора. Как это выглядит дальше? Удержание позиции на дневных графиках. Удалось нам удержать позицию, а дальше мы рассматриваем движение цены, это часовой график, а теперь рассматриваем движение цены на дневных графиках в виде свечек. Вот закрылся день позитивно наверх. Мы этот стоп-лосс, который был здесь, переносим за эту впадину. Наступил следующий день, цена скорректировалась, но продолжила движение наверх и закрыла свечку наверху. Здесь закрытие дня произошло, открытие дня произошло, мы этот стоп переносим вот за эту впадину, за эту тень. Ну и так далее. Потом позицию переносим вот за эту впадину. И таким образом держим позицию до тех пор, пока когда-нибудь, а когда-нибудь это произойдет, нас выбьет. Без убыток наш выбьет. То есть этот стоп наш выбьет. вот второй способ удержания позиций. А можно с часового графика не переходить на дневной и ловить эти впадины и двигать цены за впадинами. Я считаю, что надо переносить на дневные графики. Почему? Вам нужно будет смотреть на график только один раз в день. В момент, когда закрывается торговый день, чтобы перенести без убыток. Ну вот собственно стратегия удержания позиций, стратегия с добавлением. Вот это не усреднение и не маркингелл. Это добавление к открытой позиции, к прибыльной позиции. Мы с вами рассмотрели вот этот вариант. Называется торговля, то есть вход в рынок в классической форме коррекции. То есть мы с вами рассмотрели это первый вариант классическая форма коррекции. А, Б, С. Трехволловая структура коррекционная классическая форма коррекции. Три волны. Как правило три волны, когда цена формирует всего лишь три волны, как правило в дальнейшем при пробитии этой вершины рынок очень сильно приседает вниз. Чаще всего именно так и происходит. Когда именно три волны. об этом чуть позже. Мы рассмотрели с вами классическую форму отработки моделей и входа в рынок. Бывают следующие нюансы. Вот в этой классической форме коррекции бывают следующие нюансы. Посмотрите, пожалуйста. Здесь уже идет разговор о так называемом добавлении. Но есть термин усреднение Мартин Гилл, но мне не нравятся эти термины в контексте моей торговой стратегии. Сейчас я вам объясню, вам станет понятно, почему именно так. То есть мы с вами увидели импульс и пошел коррекционный откат. Коррекционный откат. Еще раз повторяю, пока цена не пробила предыдущую впадину. Это движение трехволновая структура коррекционная. Три волны А, Б, С. При движении наверх вот здесь наш момент для входа в рынок это пробитие точки В. А, В, С. Цена уходит наверх, пробивает предыдущую вершинку вот здесь и происходит вход в рынок. Естественно мы стоп-лосс размещаем здесь. за впадину. Понятно из каких соображений. И бывают случаи, скажем 3-4 случаи из 8 когда цена корректируется незначительно и уходит дальше наверх. Но бывает такая ситуация когда коррекция значительная. Что делать в этой ситуации? В принципе вы можете ничего не делать и ждать реализации отработки именно этой прибыли дальше. но я все-таки рекомендую рекомендую вам в этой ситуации не расслабляться а искать моменты. Смотрите какие моменты. То есть цена пробив предыдущую вершину показав нам продемонстрировав попытки окончания тенденции вниз после пробития предыдущей вершинки нарушая таким образом право формирования тенденции вниз проваливаются пытаются продолжить эту тенденцию. Так вот друзья почему это в принципе ничего страшного это наоборот даже хорошо когда идет такое движение очень просто друзья все дело в том что я с вами об этом разговаривал еще вчера позавчера движение цены наверх и движение цены вниз всегда происходит в канале наверх канал вниз для этого рынка необходимо после импульса корректировать движение импульс корректирует таким образом коррекции формируют линию поддержки а импульсы формируют линию сопротивления таким образом формируется канал так вот смотрите что получается когда цена возвращается попытается продолжить тенденцию вниз посмотрите внимательно пожалуйста такой момент очень важный момент движение вниз вот это оно было в канале вот он был сформированный канал я его так сегонца отображу вот он канал видите канал так вот для того чтобы был разворот тенденции мало пробития предыдущей вершины желательно чтобы цена сформировала точно такой же канал куда наверх поэтому вот это падение вниз оно понятное и ничего страшного в нем нету и не надо дергаться в этом движении а наоборот надо этот момент ловить каким образом ну связи с тем что если было очень сильное движение наверх здесь импульс хороший то понятно что вот этот прокол который был это был сигнал для входа в рынок наверх и вот этот откат вот этот откат который мы наблюдаем он он как раз и предназначен для формирования разворотного канала наверх но при этом движении смотрите пожалуйста за следующий момент в связи с тем что это движение воспринимается как импульс почему как импульс потому что он пробил предыдущую вершину соответственно это уже не коррекция как это было вот здесь коррекция от этого падения это уже новый импульс наверх потому что пробили предыдущую вершину соответственно это движение будет являться коррекционным откатом от этого подъема наверх понятно логика надеюсь да соответственно в этом движении желательно увидеть что три волны АВС трехволновую структуру коррекционную структуру коррекцию раз два три и при этом движении при сформированном коррекционном откате со сформированной структуры коррекционной мы облюдаем вот за этой впадиной у нас же здесь уже висит стоп-плосс от этой позиции? Висит, правильно. Так вот, мы ждем, чтобы вот эта коррекция завершилась, и рынок, не пробив предыдущую падину, возобновил свой подъем. Если цена при этом подъеме пробивает вот эту вершинку, это малая, А, Б, С, да, пробивает, получается, здесь возникает такой же сигнал, как он возник вот здесь, вот он, Б, Б. Соответственно, что здесь надо делать? Правильно, здесь нужно, открывать позицию наверх. Я здесь открываю позицию удвоенным объемом. Если здесь я торгал 0,1 лот, то здесь я зайду в рынок 0,2 лота. Почему я люблю делить по, ну, то есть, ну, да, пусть это будет целый контракт, ну, целый лот, по 0,0,2 лота. Почему я люблю это? Я люблю разделить их, люблю делить объем. И вот здесь вот для этого случая удваиваю позицию. То есть, здесь уже нету такого понятия, как Мартингелл, вот в этом смысле. Я не 0,1 лот, в смысле, ну, делю 0,1 вот на эти маленькие объемы. То есть, если здесь я вхожу по этому расчету, 0,0,2 лота, то здесь я зайду в рынок, 0,0,4 лота. Вот такая идея. Ну, для того, чтобы удобнее было считать, вот я обозначил 0,1 лот. Дальше что получается? Естественно, стоп-лосс я размещаю вот за эту впадину. Почему вот здесь вот предпочтительно входить в рынок удвоенным объемом по отношению к этому? Потому что я могу это себе позволить. Почему? Потому что для этой позиции у меня стоп-лосс здесь вот такой, вот такого размера стоп-лосс получается. Вот он такой, вот такого размера стоп-лосс. Для меня он приемлем. А если я вхожу вот здесь, вот на этом рынке, мой стоп-лосс здесь получается вот такого размера. Видите? Сравните стоп-лосс здесь и стоп-лосс здесь. Поэтому здесь риски меньше, соответственно, я могу большим объемом зайти в рынок. Что получается дальше? А получается следующий момент, друзья. Если цена, не обновляет предыдущую впадину, вот этим движением, формирует трехволновую коррекционную структуру, выходит наверх и пробивает предыдущую вершинку, вот так вот. Появляется прибыль вот по этой позиции. И это вот в этом месте, при подходе к предыдущей вершине, вот этот контракт закрываю, лосс-контракт, take profit, закрываю весь этот объем, а на оставшиеся два контракта выставляю без убыток. Без убыток. Но, как правило, когда рынок пробивает предыдущую вершинку, вот эту вот, в связи с тем, что здесь, к этому моменту, после пробития предыдущей вершины, формируется разворотный канал наверх, то, скорее всего, это движение приобретет характер резкого подъема. И мне удается удержать позицию, хорошую позицию, двойным объемом. И когда цена резко выстреливает выше предыдущей вершины, вот здесь вот, то, скорее всего, один контракт я тоже закрою, take profit. Я оставлю в игре только один контракт, практически на самом дне вот этой коррекции. Вам это понятно, ситуация с добавлением, вот здесь вот, скажите, вот эта стратегия вам понятна? Если понятно, пожалуйста, плюсик поставьте. Если вам понятно то, что я сейчас показал, пожалуйста, плюсик поставьте. Отлично, отлично. Почему это торговля, почему именно такой вход в рынок предпочтительный? Потому что, друзья, вы торгуете в условиях очевидности, в условиях правил формирования тенденции. Каждая последующая решена. То есть, вот это вот правило, вот просто вот постоянно постарайтесь о нем постоянно помнить. Постоянно помнить. Это очевидное движение, и в этом очевидном движении есть периоды коррекции, и есть периоды импульса. Пока это условие сохраняется, вот эта тенденция, соответственно, в коррекции мы ищем возможность покупать. А вот что для этого необходимо, я вам показал. Это условие классической формы коррекции А, Б, С. А теперь рассмотрим второе условие. Усложненные формы коррекции. Ну, наверняка вы у Балана видели, читали, что у него большое количество различных типов коррекционных откатов. Плоские коррекции, сужающиеся коррекции, там треугольники, тройка в тройке, пятерка, и так далее. Огромное количество. Причем, как правило, один или тот иной коррекционный откат возникает вследствие каких-то особых движений предварительных. То есть, не просто так возникает зигзагообразная коррекция, не просто так на пустом месте возникает усложненная форма коррекции. Обычно это происходит, когда здесь что-то каким-то образом двигалось. Цена двигалась в импульс. Это очень сложный процесс вот этого понимания. Я решил, что я этот процесс буду осваивать, но торговать буду сейчас. И вот эти усложненные формы коррекции, то есть, я не стал разделять на 20 этих форм, я просто разделил их на две части. Классическая форма коррекции, понятно. А все остальные, это усложненные формы коррекции. Какие формы они приобретают, эти усложненные формы коррекции? Я их также разделил на две части. Условно я обозначил треугольники, и треугольники это не просто треугольник, но еще может быть это плоская коррекция, для меня это тоже треугольник. То есть, когда цена в импульсе корректируется вот таким образом, как ни странно, для меня это тоже треугольник. Вот такая вот ситуация. Собственно говоря, это уже не важно. И второй вид усложненной формы коррекции, я его обозначил удлиненная форма коррекции. Удлинение. Усложненная форма удлинения. У-длинение. У-длинение. То есть, когда вы видите зрительно, видите в коррекционном откате больше, чем три волны. Как это выглядит? Давайте рассмотрим сначала треугольники Давайте сначала рассмотрим треугольники Для меня никакого принципиального значения не имеют флажки Всякие вымпелы Некоторые значения для меня имеют вымпел Но это совершенно отдельная история И вымпел в контексте волн Вульфа и трех маленьких индейцев Но это отдельная история Она сейчас пока не вписывается в нашу стратегию В базовый принцип Это уже отдельная история Так вот, значит, треугольники Импульс Пошел коррекционный откат Кстати, по волнам Эллиота По Эллиоту Треугольники чаще всего Возникают в четвертой волне То есть третья волна Коррекционный откат в виде треугольника Чаще всего это четвертая волна Ну и, соответственно, сам Бог велел искать возможность входа в рынок наверх По тенденции Ну, я скажу так, что для меня это не имеет никакого принципиального значения Хочется сказать, что треугольник, он возможен только тогда Когда есть пятиволновая структура Вот здесь вот, да? Но четвертая волна вот здесь вот, да? Вот эта четвертая волна Ведь она когда формируется, она может иметь форму зигзага Откуда мы знаем, что это четвертая волна? И даже если здесь треугольник формируется Откуда я знаю, что это четвертая волна Перед пятой волной? Если я вижу, что это А, Б, С Ну, тут вопросов очень много может быть Поэтому мы этот вопрос рассматривать не будем Чтобы не ломать себе голову с этими ситуациями запутанными Я решил пойти по простому пути То есть не стал все усложнять Мучить себя какими-то сложными вопросами Я просто решил вернуться изначально К истокам, как говорится Истокам здесь является правило формирования тенденции Вот он ответ на все ваши сложные вопросы Правило формирования тенденции То есть если была тенденция То рынок всегда пытается продолжить эту тенденцию Всегда Как бы глубокой коррекции она не была Пока цена не пробила предыдущую впадину Значит дальше что делаем? Смотрите Возникает коррекционное движение в виде треугольника Вот цена здесь застряла Соответственно мы строим по вершинам Линию сопротивления А по впадинам мы строим Что? Линию поддержки Ну и соответственно Не надо ничего гадать Не надо ни о чем мечтать Друзья Надо просто торговать то что возникает на экране Какая картина формируется То есть Чтобы не запутаться во всех этих делах Вспоминайте правила формирования тенденции Смотрите Если мы готовимся к росту То в книжках все пишут Что цена Пробивая линию тренда Сопротивление Вот он сигнал для входа в рынок Я же говорю что для меня это не сигнал Для меня это всего лишь характер движения цены Но это очень хороший характер То есть пробитие линии тренда Для меня это является не сигналом входа в рынок А сигналом к тому что рынок готовится уйти наверх Но это еще не факт что он пойдет наверх Сигналом для входа в рынок непосредственно Здесь является пробитие предыдущей вершины Вот этой вершины Почему? Потому что если цена Пробивает эту линию Если цена пробивает эту линию Предыдущую вершину Вспоминаем правила Друзья Смотрите Две впадины Видите Одна это выше другой А тут происходит пробитие предыдущей вершины Сразу понятно становится Правила формирования тенденции начинают работать Строим параллельную линию И вы видите что? Вы видите канал Аптренд Вот в этом большом аптренде Ну а здесь Либо вы сразу входите в рынок наверх При пробитии Стоп-плосс естественно размещаем здесь Либо вы ждете слабую коррекцию Желательно чтобы она имела три волны Если цена при этом движении Что? Не доходит до линии тренда И начинает новое движение наверх Вот здесь вот может добавиться Поставим стоп-плосс вот здесь вот Цель этого подъема Обновление этой вершины Это в случае если рынок пошел наверх Понятно да? Реализация тренда Вот этого тренда Который здесь уже сформировался В случае если цена пошла не наверх А пошла вниз То есть вот была консолидация Поставили поддержку сопротивления Посмотрите Цена пошла наверх И что дальше? Смотрите что получается Цена пошла вниз И пробила линию тренда Пробила линию тренда Во всех учебниках пишут Что если пробивается поддержка линии То надо открывать позицию вниз Для меня нет Для меня является сигналом Пробития предыдущей впадины То есть пока цена Вот видите импульс Коррекционный откат Любое снижение к этой впадине Это коррекция Перед дальнейшим ростом наверх Но если цена пробивает эту линию Вот эту впадину Не вот эту впадину А вот эту впадину Потому что мы построили сопротивление Под этим двум вершинам Вот если ее пробивает цена Мы сразу строим Что друзья? Сразу строим Канал Вот он канал вниз Вспоминайте правила разворота тенденции Друзья Правила разворота тенденции Да? И сразу получается Вот он выстроился канал Тенденция Вниз И вот эта линия уже стала неактуальной для нас Что мы здесь видим друзья? Правильно мы видим здесь разворотный канал вниз Ну и соответственно Торгуем в этом канале Да? Торгуем в этом канале Вот в этом канале вниз Либо мы входим в рынок При пробитии этой впадины Либо ждем коррекционный откат Если цена не доходит Вот здесь добавляемся Вот так мы отрабатываем Ну понятно Стоп-лосс в этой ситуации Размещаем вот за эту вершину Стоп-лосс Не за эту вершину А вот за эту Потому что мы построили линию тренда Через эти две вершины И через эту впадину Соответственно стоп-лосс за линии тренда Надо стрелять За линии тренда Скажите пожалуйста Если вам понятно Отработка модели треугольника Плюсик поставьте пожалуйста Вам понятно да? Стратегия на выход из треугольника Если вам три Понятно да? Отлично Отлично Теперь смотрим следующую форму коррекции Удлиненное Удлинение Коррекционный откат Удлинение Ну там Все что угодно может быть Там может быть Любая картина И казалось бы Настолько запутанное Что Ну вот оно движение И вот пошло движение вниз Больше чем три волны И стоим и думаем А вдруг это разворот тенденции Ничего страшного Друзья Пусть вот это движение Вас не смущает До тех пор Пока вы увидите Вот эту вот впадину Любое снижение К этому уровню Данное снижение Это коррекция Соответственно К этому движению Мы относимся К коррекционному откату Ну как правило Здесь может быть Не три волны Не пять волны А скорее всего Будет вот так вот Потому что Это может быть А Б И вот это удлиненное С В С волне Первая Вторая Третья Четвертая Пятая волна Может быть вот так вот Ничего страшного Пусть оно будет так Значит смотрите Как работать В этой ситуации Строим линию сопротивления И поддержки Что вы здесь видите А друзья Вот он канал Когда цена Пробив предыдущую впадину Что вы здесь увидели Друзья А друзья Что вы здесь увидели Какую картину Вы здесь увидели Пожалуйста Напишите мне Кто что здесь видит Те кто смотрит Мои семинары Прекрасно понимают Что я здесь имею ввиду Что Здесь вы видите Когда мы построили Линию поддержки Сопротивления Что мы здесь видим Друзья Правильно Татьяна Во первых Татьяна увидела Здесь залипание Или прилипание То есть Возбрат к линии Сопротивления Небольшое коррекционное движение Что там еще Правильно Юрий Недобой Молодцы ребята Молодцы Александр молодец Недобой Чаще всего Очень часто бывает так Что цена В этом коррекционном откате Замедляет свое снижение Недобитием Линии сопротивления То есть Отбивается Пробивает предыдущую впадину Здесь пробивает Здесь Но до цели Не доходит И что получается Цена возвращается К линии сопротивления И происходит Один из факторов Замедления цены Залипание Но она может Иметь форму залипания Иногда бывает Что цена Немножко прокалывает Линию То есть Таким образом Мы видим Что замедление Вспоминайте правила Мои вот эти Критерии Разворота Тенденции Замедление Выход Формирование Второй впадины Неудачная попытка Подолжение тенденции Ну а потом Формирование Разворотного канала Все смотрите Это значит Что в ближайшее время Когда вы увидите Замедление По идее Должен произойти Выход Из канала Из нисходящего канала Дальше Что Формирование Неудачной попытки Продолжение тенденции Для чего Она нужна Эта попытка Для того Чтобы построить Разворотный канал Друзья Если Эта попытка Неудачная Предыдущая Впадина Не пробивается И рынок Обновляет Эту вершину Вспоминайте Критерии Разворота Вообще Разворот Тенденций Таким образом Здесь Происходит Формирование Разворотного канала Наверх И в этот момент В этот момент Пробитие Предыдущей вершины Здесь И пробитие Каждой Предыдущей вершины Это фактор Для входа В рынок Вообще Я люблю Удлинение Потому что Как правило Цена Хорошо Выстреливает Наверх И дает Хорошую Мощную Прибыль Ну а дальше Понятно Пробитие И так далее Соответственно Здесь без убыток И все дела Вот Удлинение Происходит Торговля В удлинении И кстати Да Если вам Понятно Стратегия Входа в рынок В удлинении Пожалуйста Плюсик Поставьте Значит Критерии Тогда В этом Вспоминаем Критерии Друзья Первое Замедление Замедление Может быть Либо Прилипанием К сопротивлению Либо Цена И при этом Цена Не доходит До линии Поддержки Да Второй Фактор Выход Выход Из канала Вот он Выход Из канала Третий Фактор Неудачная Попытка Неудачная Попытка Продолжение Тенденции Если цена Не пробивает Ее То рынок Откатываясь Наверх Формирует Разворотный Канал Четвертый Критерий Разворотный Канал Вот Они Четыре Критерия Окончание Коррекции И выход Наверх И разворот Тенденции Желательно Чтобы цена При этом Не пробила Предыдущую Впадину Хотя Вот в этой Ситуации К сожалению Бывает Так Что цена Прокалывает Эту Трендовую Линию Но Ничего Страшного Если Вы Видите Что После Прокола Все Таки Рынок Формирует Разворотный Канал В принципе Это Возможная Торговля Дальше По Тенденции Но Теперь Все Эти Моменты Давайте Рассмотрим На Практике В текущей Ситуации Понятно Всем Отлично Теперь Посмотрите Что Сделал Сегодня Доллар Рубль Очень Хочется Показать Доллар Рубль По Этому Поводу По Этому Движению Я Сегодня С Вами Говорил Кстати Я Успел Зайти В Рынок По Рублю Давно О нем Мечтал Вот Смотрите Ну Во Первых Да Конечно Тенденция Идет Вниз Конечно И торговать Против Этой Тенденции Наверх Это Не Совсем Правильно Но Опять же Вы же Видите Что Здесь Тенденция Вот Пробивая Предыдущие Впадины Вот Уже Третью Неделю Подряд Рынок Не Продолжает Тенденцию Низ Посмотрите Такая Ситуация Была Вот Здесь Видите Вот Вот Здесь Перед Разворотом Кстати Посмотрите Здесь Был Что Коррекционный Откат На самом деле Коррекционный Вот Вершина Вот Коррекция Опять Наезд И Движение А Б С Пробили Предыдущий Впадень Но Вот Это Движение Было Вдоль Линии Тренда Видите То есть Залипание Произошло Несмотря На то Что Пробитие Было Предыдущий Впадень И Вот Выход Дальше Здесь Точно Такая Же Картинка Видите Цена Пытается Вернуться К сопротивлению Вот Этот Момент Очень Интересен С точки Зареения Дневного Графика Посмотрите Текущей Ситуации Вот Видите Сколько Линии Я Нарисовал Каждый Раз Когда Я провожу 12-часовой Семинар Я Все Время Напоминаю Друзья Что Я Готовлюсь К покупке Буду Вставать Наверх Потому Что Характер Движения Цены Говорит О том Что В ближайшее Время По идее Может Наступить Вот Этот Разворот Наверх И Кстати Еще Добавлял Сюда Золото То есть Характер Движения Цены Напоминало Золото Ну Ладно Посмотрите Давайте По косточкам Разберем Данное Движение Еще Раз Посмотрите Как Мы Анализируем То есть Основная Тенденция Идет Наверх Вот Тенденция Наверх Вот Коррекционный Откат Любое Движение Снижение Вниз К этой Впадины Это Коррекция Друзья Это Коррекционное Движение Перед Возможным Дальнейшим Ростом Наверх Это Коррекция Соответственно Давайте Теперь Рассмотрим Это Движение Очень Подробно Видите У меня Открытая Позиция Я уже Перенес Без убыток И Вот Посмотрите Что Происходит Была Мощная Тенденция Вниз Вот Она Мощная Тенденция Выполнялись Правила Формирования Тенденции То есть Вот эти Впадины Были Пробиты Потом Здесь В этом Тренде Вот он Канал В этом Канале Посмотрите Тоже Коррекция Впадина Коррекция Впадин Коррекция Впадина Новая Потом Коррекция Вот Первое Нарушение Локальное Пробитие Предыдущей Решины Второе Движение Вниз Видите Вниз Не взяли Предыдущую Впадину То есть Первый Предвестник Был Это Пробитие Предыдущей Решины Раз И второй Предвестник Посмотрите Что вы Здесь Видите Друзья Вот Здесь Вот Здесь Что вы Видите Вот Это Движение Посмотрите Залипать Идеально От Возврат К Линии Сопротивления Вот Копейка В копейку Видите И даже Был Здесь Маленький Намек Это Прокол Линии Трендов Вот Этот Момент Очень важен Потому Что После Этой Коррекции Рынок Попытавшись Продолжить Тенденцию Вниз Не Смог Обновить Впадину И Произошел Выход То есть Посмотрите Вот Замедление Вот Это Замедление Потом Вот Это Замедление Вниз То есть Здесь Попытка Разворота Это Замедление Соответственно Вот Движение Вниз Без Пробития Предыдущей Впадины Вот Видите Нет Взяли Состоялся Выход И Теперь Уже Сегодня Посмотрите Сформировался Разворотный Канал Вот Он Разворотный Канал Наверх Вот Видите Здесь Даже Есть Попытка Посмотрите Ускорение Вот Она Вот Легкая Прокол Линии Тренда Это Попытка Ускорения Соответственно Делаем Вывод Что Если Будет Слабое Коррекционное Движение Вниз Этот Момент Надо Ловить Для Входа В рынок Наверх Либо Сейчас Уже Покупаем Но Стоплосс В этой Ситуации Надо Будет Выставлять Вот Здесь За Впадину Большой Стоплосс Получается Порядка Двух Двух Рублей Вот Он Сигнал На Разворот Тенденции Это Рубль Но Это Дневной График Не Забывайте Что Есть Еще Недельный График Вот Он Недельный Который Еще Пока Наверх Не Развернулся И Из Канала Наверх Не Вышел Поэтому Может Быть Еще Одна Попытка Такого Красного Движения Вниз После Касания Верхней Границы Канала Поэтому По этому Поводу Здесь По этому Движению Как бы Не считаю Особых Иллюзий Не строят Это Такой Разворот Но Кто Его Знает Если Будет Сильное Движение Наверх То В принципе И на Недельном Графике Может Сформироваться Такой Недельный Разворотный Канал Наверх Вот Такой Гигантский На Недельном Графике Все Эти Движения Начинаются С Посмотрите Внимательно Очень Красивая Картинка Вчера Я Этот Вопрос Комментировал Посмотрите Еще раз По Козочкам Разбираем Данное Движение Вот он Устойчивый Тренд Сначала Был Фактор Ускорения То есть По двум Гершинам Строим Сопротивление И канал Вот он Фактор Ускорения Когда Рынок Формирует Такое Ускорение Вот Вот оно Ускорение Как правило Коррекционный Откат Имеет Слабый Характер Видите Слабый Характер Коррекционный И причем Он имеет Структуру Коррекционную Сигнал Для входа В рынок Вниз Пробитие Опорной Точки То есть Зигзаг АБЦ И вот Пробой Сигнал Для продажи И вот Она Реализация Вот этого Ускорения Движения Вниз Но В дальнейшем Когда цена Двигая Сниз Обновляя Впадину Мы здесь Увидели Следующий Фактор То есть Вот эта Линия Стала Неактуальна Цена Не доходит До линии Сопротивления Видите Вот здесь Не дошла Вот здесь Не дошла Вот здесь То есть При коррекционных Откатах Не доходит Это значит Что есть Свой канал У этого рынка То есть Вот он Канал Смотрите Сначала Мы строим Линию Сопротивления Вот таким Образом То есть Когда рынок Коррекционировался Обновил Эту впадину Вот здесь Мы сразу Строим Вот этот Канал Вниз Посмотрите Фактор Залипания Видите Вот он Прилипание Залипание У верхней Границы Канала Несмотря На то Что здесь Было Пробито Предыдущая Впадина И вот Он Выход Из Канала Вот здесь Была Первая Попытка Разворота Тенденции Наверх Она Казалась Неудачной Потому Что Канал Который Разворотный Сформировался Видите По размеру Он Не соответствовал Канал Вот этому Каналу Вниз Поэтому Эта Попытка Казалась Неудачной Когда Цена После Такой Неудачной Попытки Продолжит Тенденцию Вниз Мы Строим Сразу Канал Вот Таким Образом Но Сам Фактор Замедления Уже Пошел Смотрите Первое Замедление Второе Замедление Вот оно Замедление Второе Обновили Ладно То есть Вот Замедление Было Хорошо Вот Пробили Линию Тренда Посмотрите Третье Замедление Видите Вот он Прокол Это тот Самый Прокол На дневном Графике Хитрый Маленький Прокол То есть Видите Веер Наклон меняется в сторону замедления перед разворотом. Удаляем линии, ненужные, неактуальные, и оставляем важную линию. Вот эту линию. Почему мы не строим линию сопротивления вот по этой вершинке? Потому что после отбития от нее рынок новую впадину не сформировал. Видите? Не сформировал. Поэтому мы эту линию не строим. Вот эту линию не строим. И теперь получается следующий момент. Вот здесь как раз из-за этого мы и видим, что во-первых, фактор замедления цена обновляет впадины, но не доходит до цели. Вот они, замедление пошли. Видите? Все больше и больше по размеру они, эти замедления. По размеру, видите? И какой-то момент наступает, как говорится, момент истины. Цена, отбившаяся от сопротивления. Кстати, перед этим, вот подъемом на вершинке, посмотрите, был локальный пробой предыдущей вершинки. Вот, видите? Вот он, пробой. То есть здесь уже начал формироваться сигнал на разворот, который называется удачный замах. Пробили, пошли вниз. Здесь вот был пробой вниз, тут же пробой наверх предыдущих вершин и впадин. И вот в этом последнем движении, как доказательство того, что рынок готов к развороту, пробития не произошло. Посмотрите. Вот. Предыдущую впадину не пробили. И вот про эту подушку я вам вчера и сегодня говорил. Вот он, эта подушка. И вот он эффект залипания. Посмотрите. Вот этот эффект называется залипание. Когда цена идеально подходит к линии сопротивления и возвращается к нему, отбивается от нее, но в то же время сразу же к ней возвращается. То есть уже вниз, в принципе, уже рынок идти не готов. Уже все. И вот наступил момент, когда три раза попытались пробить эту впадину, не удалось. Ну и ладно, не идем вниз, идем наверх. И дальше наступает момент последний. То есть это фактор замедления. Первое замедление. Второе выход. Вот он выход, да. Или вот этот выход. В принципе, уже не важно для нас. И получается вторая впадина, как неудачная попытка продолжения тенденции вниз. И последний критерий формирования разворотного канала. Вот он, разворотный канал наверх. Это поддержка. И когда цена пробила предыдущую вершину, строим канал. Вот он, разворотный канал наверх. Видите? Но в этой ситуации, да, что здесь не очень хорошая вещь? Это то, что размер вот этого разворотного канала не совсем соответствует ширине этого канала. Поэтому я думаю, что рынок попытается еще раз продолжить эту тенденцию. Но я думаю, из-за того, что в этом канале, который мы здесь видим, вот он, розовый канал, который сформировался, что мы здесь видим, друзья, вот в этом моменте, вот здесь, вот в этом подъеме. Правильно, мы видим в этом аптренде фактор ускорения. Вот он, фактор ускорения. Видите? Пробили линию тренда. Соответственно, если и будет накат вниз, попытка продолжения тенденции вниз, то, скорее всего, эта попытка окажется неудачной. То есть, значит, стратегия здесь следующая, друзья. Вот в этом движении вниз, которое обязательно состоится, я не знаю, с этих уровней, может быть, чуть выше, но потом возникнет коррекционный откат. Смотрите, вот в этом коррекционном откате, чтобы была структура, коррекционная структура, трехволновая структура. И при этом, если вот в этой трехволновке цена не достигнет линии поддержки и возобновит свой подъем, то вход в рынок, вот он, вот он вход в рынок. То, что я вам сейчас рассказывал. Вот здесь мы покупаем. В принципе, уже, в принципе, вот в этом импульсе торговать, конечно, уже поздновато, наверх вставать. Поэтому, это часовой график, друзья. Ловите коррекцию в виде зигзага на трехволновке. Три волны, раз, два, три. И в конце вставайте наверх. Ну вот, чтобы вам было понятно, приблизительно, чтобы было бы. Вот, посмотрите. Видите, вот он выход из канала. То есть, что здесь? Замедление, выход, формирование второй впадины. Вот, видите, да? Выход наверх, пробитие предыдущей вершины. Вот он, канал. За границами нисходящей тенденции. Посмотрите, вот он, канал. Вот он, фактор ускорения. Видите? Вот оно, ускорение. Соответственно, мы ждем вот этот возврат в виде трехволнов. Видите трехволновку? Раз, два, три. Зигзаг, видите? И как только цена перестает падать и идет наверх, вот он сигнал для входа в рынок. Бай. Покупай. Вот здесь вот. То есть, убеждаемся в факторе ускорения. Коррекция, естественно, внутри канала слабая. Цена не дошла даже близко к линии поддержки. Видите, какой недобой. А в учебниках пишут, что для чего нужны эти линии? Для того, чтобы дождаться, когда цена сюда придет, и здесь купим. Фиг. Видите, как цена скорректировалась слабенько и пошла наверх. И что интересно, друзья, посмотрите, что значит техника работает. Когда цена пошла на пробитие зигзага А, Б, С, предварительно перед этим пробоем, что здесь рынок сформировал, друзья? Вот здесь посмотрите, пожалуйста, что вы здесь видите перед пробоем зигзага? Что это такое? Вот это вот, что это? Те, кто что-то видит, напишите, пожалуйста, что рынок сформировал вот здесь вот перед пробитием точки B. А, друзья, что вы здесь видите? А, напишите, кто что видит? А, что-нибудь видите, нет? Вот при пробитии точки B. Правильно, Лейла? Молодец, Лейла. Посмотрите, Лейла здесь увидела, что здесь рынок перед пробитием сформировал разворотный канал. Посмотрите, вот он. Трехволновочка. Раз, два, три. Недобой до линии поддержки. Вот он фактор ускорения. Вот подтверждение. Недобой. И в конце войны C, A, B, C. Посмотрите, рынок сформировал разворотный канал наверх. Видите? И посмотрите, из-за того, ну, может быть, не из-за этого, конечно. Вот этот фактор вот здесь вот. Посмотрите, это как катапульта получилась. Какой мощный выход наверх. Вот он, разворотный канал по тенденции наверх. Смотрите, что сейчас. Вот такого же варианта событий надо ждать здесь. Видите, вот он фактор ускорения. Может быть, если будет коррекция. Может быть, она не такая большая будет. Может быть, она будет вот такая же маленькая, как вот здесь вот. Главное, постарайтесь увидеть вот в этом движении вниз, которое будет. А вот он уже и начался. Коррекционное движение. Посмотрите, вот он. Видите, свечка пошла уже. Главное, что в этом откате было три волны. Это эти три волны, которые сформировались, в разворотном канале. Друзья, она что же такое не цепляет. Вот он, разворотный розовый канал наверх. Вот она, тенденция была вниз. Вот тенденция вниз. Вот разворотный канал. Вот он. И вот трехволновочку. Ждем. Главное, чтобы эта структура была сформирована. Вопрос стоит о том, что на какую глубину будет эта коррекция вниз. вот эта коррекция. И встаем на ее. Надеюсь, понятно. Так, ну, собственно, так вот. Что еще? О, как хорошо поехало. Смотрите, друзья, что здесь, вот как анализировать движение. Вот, пожалуйста, яркий пример. Была тенденция вниз. Были пробиты все важные уровни. Вот эти, вот эти, вот эти. Видите? Вот важные уровни. Вот пробой. Посмотрите, как интересно. Как торговать вот в этом мощном движении? Неминуемо наступает коррекционный откат. Здесь коррекционный откат не имел никакой структуры. Трехволновой, да? Вот в этом откате. А вот здесь уже была структура. Это пятиминутка. Но если вы посмотрите минуточку, то структура уже была, вот даже при первом движении. Посмотрите. Вот в этом движении, посмотрите. Видите структуру? Раз, два, три. Зигзаг. Вот он зигзаг. Посмотрите. И что очень важно, когда рынок скорректировался, вроде как показал ускорение движения наверх. Вот он, фактор ускорения. Здесь очень важное значение имеет. Вот почему я говорю, что надо смотреть характер движения цены. Вот фактор ускорения перед ростом наверх. Но рынок, корректировавшись внутрь восходящего канала, что сделал? Проколол линию тренда. Вот. Все. Это сигнал уже нерабочий. Теперь актуальным становится вот этот канал. Посмотрите. Цена, пробив линию тренда, сформировала разворотный канал вниз. Вот он. Видите? Вот он, разворотный канал вниз. И что очень важно вот в этом разворотном канале. Вот когда рынок подготовил разворотный канал вниз, пробить опорные точки. Вот видите, опорная точка B. То есть, А, B, C. И вот перед пробоем этой опорной точки рынок сформировал разворотный канал в эту сторону. И вот он, пробой, и какое движение вниз. Импульс новый. Вот он пошел, коррекционный откат. Посмотрите, как здесь классически сработал коррекционный откат. Любой подъем к предыдущей вершине это коррекция. Видите, три волны. Раз, два, три. Рынок здесь показал опять фактор ускорения. Наверх. Вроде как показал, что мы сейчас как ускоримся наверх и развернемся наверх вот сюда вот. Но рынок в этом движении вниз, посмотрите, видите, проколол линию тренда. Все, этот сигнал не рабочий. Теперь стал актуальным вот этот сигнал. То есть, получается, здесь не получилось классического замедления. Здесь без замедления мы развернули тенденцию. То есть, вот этот фактор замедления иногда уходит. не возникает. Но ничего страшного. Главная тенденция, главная коррекция три волны и главный выход из восходящего коррекционного канала. Дальше. Вот это попытка продолжения тенденции наверх, то есть, выход. Попытка продолжения тенденции, которая оказалась неудачной. Рынок не смог обновить вершину и пошел вниз. И дальше наступает вот он момент, друзья, посмотрите. Сформированный канал вниз. То есть, когда цена пробила предыдущую впадину, вот эту вот, по выходу из канала, рынок сформировал разворотный канал вниз. И, соответственно, сигналом дохода в рынок, естественно, было пробитие вот этой впадины, вот этой впадины. Вот здесь мы продаем, встаем вниз. в нисходящем канале. Ну, а как наиболее консервативный подход к торговле, вот в этом, вход в рынок не на пробитие вот этой впадины при сформированном канале вниз, а пробитие опорной точки. Вот опорная точка, вот она. И посмотрите, как рынок ее пробил, и никакого коррекционного отката после прокола. Видите, вот как пробили, сразу провалили снизу. Кстати, и здесь точно так же. При сформированном заранее разворотном канале вниз, при пробитии опорной точки, рынок практически не корректируется, сразу проваливается. И здесь то же самое. Вот она опорная точка А, Б, С, трехволновка. Посмотрите, как рынок сразу пошел вниз на обновление впадины. Дальше опять, посмотрите, дальше поехала классика жанра. Вот опять коррекционный откат, вот они три волны, опять нас пытались обмануть ускорением наверх. Видите, вот он, ускорение. Но вот этот сигнал вниз, то есть вот, вроде как, вот трехволновка пошла формироваться, да, в канале. Вот он, три волны, да, вот. И вот здесь момент такой, обманчивый момент, типа, вот сейчас пойдем наверх. Но если вы помните, я всегда говорил, что если рынок готовится развернуться и показывает разворот в ускорении, то в коррекционном откате три волны очень важное значение имеет недобой до линии поддержки. То есть, если бы цена, не коснувшись линии тренда, пошла вот отсюда наверх, это был бы хороший сигнал на покупку. Но рынок поступил по-своему. Видите, он проколол линию тренда. Вход в рынок, естественно, является пробитие опорной точки. Почему вот такое резкое движение здесь произошло на пробитие опорной точки, друзья? Почему вот здесь вот так вот сильно сразу рынок пошел вниз? Кто мне объяснит, друзья? Почему сразу вот здесь рынок пробив, это было вот здесь, это было выше. Почему вот здесь вот резко пошли вниз? Почему именно без коррекции сразу провалились, друзья? Объясните, пожалуйста. почему при пробитии опорной точки вот здесь, казалось бы, самом низу рынок сразу пошел вниз? Почему не было какого-то такого подъема? Ну, друзья, почему молчим? вообще меня слышно? Кто-нибудь есть? Может быть, я с пустотой разговариваю? Такое ощущение, что никого нету. А, слышно, да? Так вот, скажите, почему вот здесь вот такой характер движения вниз был, такой резкий, а? Кто скажет? Друзья, ну, не знаете ответа, да? Не знаете, почему? Но я ведь только что вам сказал, рассказывал, друзья, внимательно посмотрите. Перед пробитием опорной точки вот А, Б, С, пробитием точки Б здесь, А, Б, С, перед пробитием опорной точки Б рынок сформировал что? Вот это что такое? Вот это, вот это, а здесь я его просто не нарисовал. Вот я его рисую. Что рынок сформировал? Да какие там стопы? Правильно, Юрий Ефремов, разворотный канал, друзья. Потому и такой пробой состоялся сильный, потому что рынок перед пробитием опорной точки сформировал разворотный канал вниз. Раз, два, три. Вот он разворотный канал вниз. Разворотный канал от этого подъема наверх. Потому и вот такое пробитие произошло, резкое. Правильно, Сергей, абсолютно правильно. Вот он, разворотный канал вниз. Почему это важно, друзья, почему вот эти разворотные каналы важны? Потому что надо сразу вспоминать волны лёта. Начинается формирование импульсной пятиволновой структуры. То есть, когда рынок в конце коррекции формирует разворотный канал, получается, рынок формирует здесь пятиволновую структуру. Первая, вторая волна и прошло развитие третьей волны. Третья, четвёртая, пятая волна А, Б, С. И здесь тоже А, Б, С. Первая, вторая, третья, четвёртая и прошла пятая волна вниз. Вот, посмотрите, евро-доллар. Сегодня смотрели, вы сегодня смотрели мой семинар по базовым 12 часов. Кто смотрел мой семинар в 12 часов дня? Вот, Евгений спрашивает, как мне удалось войти по британцу? Евгений, я вам скажу, что я продавал британца со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня продавал. Так вот, посмотрите, что мы здесь видим на часовке? Вот он канал, видите? И по этому поводу я давал комментарии. Что это такое? Это замедление. Рынок только-только начинает формировать возможно разворотный канал. Вот он, он уже здесь сформировался, разворотный канал, но это разворотный канал от этого подъёма наверх. Вот от этого подъёма наверх это разворотный канал. Этому каналу ещё разворота нет. Для него необходимо формирование выхода из него. То есть вот замедление уже есть, а теперь, чтобы эту тенденцию развернуть вниз, нужен выход. Дальше что? Попытка и потом уже окончательный разворот с формированием разворотного канала вот такого вниз. Ну, как известно, любое движение начинается с малого. Может быть рынок уже начал формировать разворотный канал вот здесь вот, с малого движения. То есть вот, вот посмотрите, был тренд наверх, вот он был подъем наверх, вот он канал. Вот он канал наверх. Замедления классического здесь не было. А, вот оно замедление. В принципе, здесь уже цена не дошла до цели. И вернулась поддержка. Видите, вот оно. Низ пошла цена. Вот он был канал наверх. Замедление, выход, формирование удачной попытки продолжения тенденции. И только что произошло обновление этой впадины. Соответственно, сразу строим разворотный канал. И что мы здесь видим, друзья? Вот это что такое? Что это за зверь вот здесь вот появился? Вот он. Вот в этом разворотном канале. Он по размеру совпадает. Посмотрите, правильно. Мы ждем здесь коррекции. Коррекция неминуемо будет. Вопрос, на какую величину это будет коррекция? Если коррекция при этом будет иметь еще и форму трехволновой структуры коррекционной. Три волны. Может быть она будет вот такая большая. Может быть это коррекция. А я скорее всего думаю, что коррекция будет слабенькая. Вот такая вот будет коррекция какая-то. При этом если цена не дойдет до цели верхней границы канала, либо в таком большом коррекционном откате, не имеет значения. Главное, чтобы она имела трехволновую структуру и чтобы цена в этом подъеме не коснулась верхней границы канала. Потому что уже сформировался разворотный канал вниз. То тогда, как только цена завершает свой подъем, начиная движение вниз, сразу продаем при пробитии опорной точки. Либо вот здесь вот. Если вот такая большая коррекция будет. А если будет коррекция маленькая, то в любом случае все равно здесь трехволновку ждем. Маленькую такую. Совсем ничтожную. Я думаю она будет маленькая. Вот такая вот. И вот отсюда, если цена пойдет вниз, в принципе надо рисковать открывать позицию в продажу. Вот здесь вот. То есть два варианта события. Ну а дальше, если цена из-за того, что не дошла до цели верхней границы канала, вот здесь вот, вернется к линии поддержки. Вспоминайте правила залипания, да? Тем более, что здесь каткосрочно, посмотрите, если мы строим вот такую линию канала, вот он, видите, выход уже здесь состоялся. Вот в этом канале. Ну то есть вот этот подъемчик, он должен быть. Ну правда вопрос. Если синий канал, то, конечно, подъем будет масштабный. И вот отсюда подъем вниз. Вот этот момент и надо ждать. На этом я завершаю семинар. Надеюсь, вам было интересно. Мне с вами было интересно. Тем более, что я поймал самый верх под британцу. И большим объемом зашел. Наверное, в основном, попытаюсь восстановить депозит. Второй момент. Сегодня в 17.30, буквально, ох, уже через час-десять минут у меня состоится клубный день. Буду просто молчать и торговать. Ну, в смысле, не то, чтобы прям совсем молчать. Конечно, будем составлять торговый план. Будем непосредственно торговать. Больше упор на торговлю. Ну и плюс еще не забывайте, завтра в пятницу тоже будет торговля. Просто сегодня, предполагается, здесь в офисе придет народ. И в основном упор я буду, конечно, обращать внимание на них. Если кому-то интересно, подключайтесь абсолютно бесплатно. Пока бесплатно. С вами был Газизов Марат. Удачи вам всем. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя.